стригущий лишай научное название дерматомикоз обусловленный грибами микроспорум и трихофитон здравствуйте дорогие друзья и вновь о микозах на этот раз о тех которые могут вызвать облысение дорогие друзья современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и зож подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео говорим об эпидермомикозах и кератомикозах особенности эпидермомикоза дерматомикозов к эпидермомикозам относятся дерматомикозы обусловленная микроспорум и дерматомикозы обусловленная трихофитон особенности во первых хронические инфекции во вторых течение не тяжелое очаги локальные и не подвержены деструкции развивается гиперчувствительность замедленного типа прогноз благоприятный в третьих облигатные паразиты человека и животных в четвертых контагиозны микроспория дерматомикоз обусловленный микроспорум это микроспория экваториальной африки конго новой зеландии и сша кроме человека болеют обезьяны и собаки микроспорумы поражают волосы образуют мелкие споры окруженные чехлом встречаются в кожных и ногтевых чешуйках культуры представляют собой воздушные мицелий разных оттенков желтовато-оранжевая лимонно-коричневая красновато-желтая хорошо растут на среде собору а вот антигенные свойства выражены слабо эпидемиология дерматомикозы обусловленная микроспорум широко распространены в природе источник больной человек животное это собаки обезьяны и мышевидные грызуны большое значение имеют больные с атипичными формами и здоровые носители резервуар это почва в почве обнаружены половые и бесполые формы грибов пути передачи во-первых контакт на бытовой через зараженное белье платье головные уборы книги игрушки парикмахерские принадлежности банную утварь при микозах стоп через воду через пол через ковры в банях и купальнях неполноценная дезинфекция душевых бань купальных способствует заражению микозами стоп контакт животными на фермах и домашними животными имеют существенное значение в распространении грибковых заболеваний возможно семейные очаги они связаны с мало симптомными и трудно диагностируем и поражениями волосистой части головы и ногтей у взрослых патогенез и клиника на кожу здорового человека попадают зараженные чешуйки и волосы больного гифы грибов прорастают в роговой слой эпидермиса вызывают разнообразное по локализации заболевания на пораженной части головы могут быть мелкие множественное облысение волосы или отсутствуют или обнаруживаются пеньки низко обрезанные и скрученные волосы при микозах тропических стран характерно поражение больших участков кожи например в тропических районах америке встречается то тело это микоз со своеобразным шелушением виде кругов круги состоят из роговых чешуек напоминающих черепицу лабораторная диагностика исследуемый материал чешуйки кожи ногти и волосы микроскопический метод для приготовления препарата на предметное стекло наносят каплю раствора едкого натра или спирта с глицерином туда помещают два три подозрительных волоса или несколько кожных чешуек препарат осторожно подогревают над пламенем до появления белого ободка из кристаллов щелочи по периферии капли затем каплю накрывают покровным стеклом и рассматривают под микроскопом при микроспории тесные пласты спор в мозаичном порядке располагаются вокруг волос при иммуноферментном анализе будет светло-зеленый цвет бактериологическое или культуральное исследование предполагает посев на агарсобуро при 20 градусов цельсия в течение 1-3 минут разберем ситуационную задачу к дерматологу обратилась девушка 20 лет жалобами на мелкие множественные облысения и шелушащиеся высыпания на волосистой части головы возникло подозрение на микроспорию какой материал необходимо взять для исследования как провести диагностику для исследования берут 2-3 пораженных волоса готовят микропрепарат в 20 процентном растворе едкой щелочи препарат подогревают в пламени до появления белого ободка из кристаллов щелочи по периферии затем каплю накрывают покровным стеклом и рассматривают под микроскопом при микроскопии обнаруживают мицелии гриба со спорами пласты спор в мозаичном порядке располагаются вокруг волоса дерматомикоз обусловленный трихофитон трихофития трихофитоны поражают волос сплошь заполняя его обрывки мицелия встречаются редко в кожных и ногтевых чешуйках встречаются в виде ветвящегося мицелия патогенный представитель трихофитон рубру антигенные свойства слабо выражены эпидемиология совпадает с эпидемиологией микроспории лабораторная диагностика трихофитии при микроскопическом методе локализация элементов гриба в патологическом материале может быть различной может быть эндотрикс когда споры гриба располагаются внутри пораженного волоса может быть эктотрикс споры несколькими слоями окружают волос снаружи в виде чехла и может быть эндоэктотрикс споры и мицелий находятся как внутри так и вне волоса и наконец редкие заболевания хератомикозы к ним относятся малосезия фурфур малосезиоз или разноцветный лишай поражает роговой слой эпидермиса обнаруживается в виде гроздей толстостенных пачкающихся клеток шелушение и пигментация пораженных мест кладоспором вернески кладоспориоз или черный лишай локализация в роговом слое эпидермиса ладони и подошв образуются черные пятна при микроскопии коричневатые ветвистые септированные гифы и пачкающиеся клетки пьедрария хорте пьедрариоз или черная пьедра образуются плотные черные узелки в которых содержатся овальные сумки с двумя восьмью аскоспорами на агариса буро зеленовато-черный мицелий заболевание встречается в тропических странах благодарю за внимание